Продолжение следует... Здравствуйте, коллеги! Я сегодня хотел бы вам рассказать о нейрогенезе и его регуляции при эпилепсии. Более 50 лет назад был открыт постнатальный нейрогенез. В последние десятилетия достаточно сильно развиваются изучения молекулярных механизмов данного процесса и его значения в различных заболеваниях нервной системы. Так, при эпилепсии наблюдаются нарушения нейрогенеза на различных моделях эпилепсии. И у людей больных эпилепсией было показано, что часть пролиферирующих клеток дифференцируется в гранулярные клетки и благополучно эмигрирует у нас в гранулярный слой. Благополучно эмигрирует в гранулярный слой. Однако, другая часть этих клеток, вместо того, чтобы эмигрировать в гранулярный слой, она эмигрирует в зону хиллуса. И эти эктопические гранулярные клетки, они характеризуются повышенной активностью, они образуют мышистые волокна и синхронизируют свою активность с пирамидными нейронами поля СА3, что вызывает усиление эпилептифорной активности в гиппокампе, увеличивает интенсивность судорог и может являться причиной возникновения, в принципе, судорожной активности в мозге. И в основном нейрогенез изучается на патоанатомическом материале или на фармакологических, электрических моделях эпилепсии, где основное внимание уделяется изучению последствий судорог. Адекватной моделью изучения эпилептогенеза, как нейрогенез участвует в эпилептогенезе, являются аудиогеночувствительные крысы, в частности крысы линии Крушинского-Молоткиной. Эти крысы отвечают развернутым клонико-тоническим припадкам на звуковую стимуляцию. Эти крысы были выведены из крыс линии Вистер. И первой частью нашего исследования нам было интересно посмотреть, сравнить материнскую линию Вистер и наших крыс КМ, как у них отличается в норме нейрогенез. И поэтому мы взяли половозрелых крыс линии Вистер и ни разу не судорожившихся, так называемых наивных крыс линии КМ. И мы показали, что у крыс линии КМ, по сравнению с крысами линии Вистер того же возраста, наблюдается усиление аберрантной миграции как раз-таки в ХИУС. А эти крысы, я попрошу заметить, они ни разу не судорожились. И даже без судорог у этих крыс наблюдается вот эта аберрантная миграция клеток и образование эктопических нейронов. Далее мы исследовали, как непосредственно судорожная активность влияет на нейрогенез. Так у крыс линии КМ после звукового сигнала происходит развитие судорожного припадка, который состоит из нескольких фаз, это латентный период, он составляет несколько секунд. Далее идет фаза дикого бега, которая представляет собой двигательное возбуждение в виде интенсивного бега по кругу, после чего наступает так называемая клоникотоническая судорога. И после припадка у крыс наступает так называемая постэктальная депрессия, или же ее по-другому называют каталепсией, она характеризуется арифлексией и восковой гибкостью мышц тела, что крысы вообще перестают отвечать на какие-либо стимулы. Вот эти однократные припадки, они характеризуются активностью в стволовой части мозга. Однако при множественных судорогах у нас происходит образование новой фазы, припадка, которая называется посттонический клонус или просто постклонус. Эти припадки характеризуются, их начало находится уже не в стволе, эктальная активность находится не в стволе, она находится в участках новой коры, гиппокампа и амигдалы. И поэтому они являются моделью олимпических судорог, и они развиваются постепенно, они появляются не сразу, они появляются в течение нескольких предъявлений звука, и вот это предъявление звука называется аудиогенным киндлингом. И тяжесть этих припадков в течение аудиогенного киндлинга, она растет так же, как и продолжительность этих судорог. И это все коррелирует с вовлечением гиппокампа как раз в эпилептиформную сеть. И мы показали, что на начальных этапах моделирования олимпических судорог после периода покоя происходит активация пролиферации в гранулярном слое зубчатой извилины. И также после периода покоя мы наблюдаем повышение как раз-таки вот этой аберрантной миграции, дифференцировки клеток в глутомоторгические клетки. Это, кстати, мы оценивали с помощью дабл-картина и в глют-1-2. Я забыл об этом упомянуть. Как раз-таки мы оценивали колокализацию. Клетки дабл-картин метят созревающие клетки, а в глют-1-2 метят глутомоторгические нейроны. И мы как раз-таки считали вот это количество желтых клеток. Я надеюсь, видно, что у наивных крыс все клетки, ну вот дабл-картин позитивные клетки, они практически не экспрессируют в глют-1-2. Однако после судорожной активности, помимо того, что у крыс линейкаем и так есть миграция клеток в хиллус, мы начинаем наблюдать активную их дифференцировку, быструю в глутомоторгические нейроны. 14 аудиогенно-судорожных припадков дополнительно стимулируют пролиферацию как в гранулярном слое зубчатой извилины, так и в хиллусе. И эти нейроны, мы также видим там усиление вот этой аберрантной миграции и созревание этих нейронов после 14 припадков. И вот эти новообразованные нейроны, они у нас приводят к эпилептизации сетей гиппокампа, потому что они не просто встраиваются в существующие сети, которые уже есть в гиппокампе, они образуют новые. И об этом нам говорит как раз-таки усиление... Об этом нам говорит усиление экспрессии маркера дендоритных шипиков синаптоподина и увеличение, даже не увеличение, а просто разрастание мшистых волокон в гиппокампе, что свидетельствует об увеличении плотности синаптических контактов. И таким образом при моделировании лимбических судорог у нас происходит образование циклических связей между гранулярными клетками зубчатой извилины, между гранулярными клетками, которые мигрировали в хилус, между мшистыми клетками, которые находятся в хилусе, и пирамидными нейронами поля СА3. И это приводит к усилению эпилептифорной активности в данной структуре. И в течение 21-го дневного киндлинга, очень у нас интересные результаты получились, у нас часть крыс перестала демонстрировать припадки в ответ на звуковую стимуляцию. У этих крыс не отличается уровень пролиферации, уровень дифференцировки и уровень синаптоподина в гиппокампе. И это свидетельствует нам о том, что именно продолжительные аудиогенные судорожные припадки приводят как раз-таки ко всем этим перестройкам. Далее мы решили изучить, нарушения же каких механизмов регуляции нейрогенеза как раз-таки могут приводить к аберрантному нейрогенезу. Свой выбор мы остановили на двух сигнальных путях. Это ВНТ-сигнальный путь и аденевация-глазный путь. Сначала я вам расскажу про ВНТ-каскад. ВНТ-каскад характерен, и он участвует в эмбриогенезе, в дифференцировке и в карциногенезе. Этот каскад включает в себя два основных пути. Это первый путь, он называется канонический ВНТ-сигналинг, в результате которого молекула ВНТ соединяется с рецептором. Это приводит к накоплению в цитоплазме клетки бета-котенина. Он, в свою очередь, запускает транскрипцию определенных генов, которые приводят к дифференцировке и пролиферации. Также ВНТ-молекулы в результате других корецепторов и других адаптерных протеинов могут приводить, с одной стороны, к увеличению внутриклеточного кальция. Это, в свою очередь, приводит к активации КАМГ-2-киназы и, наоборот, активации фосфатазы кальция неврина. Это все вместе у нас способствует дифференцировке и росту нейритов нейронов в гиппокампе. И также другая часть вот этого неканоничного ВНТ-сигналинга – это активация РОК и GMK-киназ. Она, в свою очередь, приводит к миграции, способствует миграции нейронов и образованию аксон-дендритных, аксон-соматических контактов. И мы показали, что у наивных крыс линий КАМ, у которых, как мы помним, у нас повышенная дифференцировка, мы показали там активацию неканонического ВНТ-сигналинга. На это нам указывает повышение фосфорилирования КАМГ-2-киназы. И одновременно с этим у этих крыс не происходит задействование каноничного ВНТ-сигналинга. И как раз-таки активация КАМГ-2-киназы действительно подтверждает то, что у нас у этих крыс наблюдается дифференцировка. Достаточно интересно отметить, что классический агонист, который участвует... Сейчас, сейчас, пожалуйста, работай, работай, не работает. Алексей Васильевич, куда мне нужно? Сейчас, подождите. Назад, назад. Могите там. Не работает что-то. Да, спасибо. Да, вот, в общем, классический агонист, который чаще всего у нас должен активировать неканонический путь, у крыс линии КАМ почему-то не работает. Это нас натолкнуло на мысль, ну и в дальнейшем, скорее для дальнейших исследований, что вот данная форма ВНТ не участвует в этом сигналинге, что существуют другие молекулы, которые должны это активировать. Потому что молекул ВНТ достаточно много, их 17 штук. Вот, поэтому, вот, выбор большой для дальше исследования. Далее мы исследовали, как судорожная активность, да, влияет, собственно, на этот сигналинг и на процессы, которые мы наблюдаем. И у нас таки судорожная активность приводит к активации каноничного ВНТ сигналинга. Происходит у нас повышение содержания бета-котенина. У нас таки, наоборот, снижается неканоничный ВНТ сигналинг. Происходит повышение винта четвертого и винта пятого. И активация каноничного ВНТ сигналинга у нас таки способствует пролиферации и дифференцировке, которую мы наблюдали у наших крыс. Также интересно, что через неделю после окончания судорог у крыс по большей части все эти показатели приводят в норму, только остается повышенный уровень ВНТ третьего. Не переключай, переключите, пожалуйста. Сейчас, подождите. Идите, пожалуйста, говорите, что дальше, и не переключайте. Спасибо большое. Дальше мы, собственно, исследовали второй путь. Это аденилат-циклазный путь. И у наивных крыс линии КМ мы показали, что... Мы это исследовали с помощью фосфорилирования субстрата ПК. И он, собственно, чем больше фосфорилируется субстрат, тем выше активность протеинки на ЗА. И мы показали, что у наивных крыс линии КМ активность... Она не отличается от крыс линии ВИСТР. Однако при эпилепсии, при судорожной активности мы видим повышение активности протеинки на ЗА. И оно носит достаточно долговременный характер, потому что это повышение наблюдается после синей судорожных припадков, через неделю, после того, как судорожные припадки закончились. И они наблюдаются после 14 судорожных припадков. И активация аденилат-циклазного пути, она приводит к усилению дифференцировки, она приводит к образованию новых синапсов, в принципе, которые мы как раз-таки и видим на премножественных судорогах наших крыс, в чем свидетельствует увеличение синаптоподина, которое мы смотрели раньше. И подытожив... Сейчас подытожив... Можно дальше? Вот, спасибо. Я, собственно, подытожив... Судорожная активность у нас таки приводит к увеличению содержания винти 4 и 5, приводит к активации каноничного винти сигналинга, приводит к уменьшению неканоничного винти сигналинга и способствует активации протеинки на ЗА. Это, в свою очередь, способствует, да, приводит к аберрантному нейрогенезу и ремоделированию синаптических контактов в гиппокампе. И следующей вот работой, частью работы будет как раз-таки попытаться модулировать вот эти пути, дабы элиминировать аберрантный нейрогенез и ремоделирование контактов, вот, чтобы как-то снизить эпилепсию у наших крыс. Вот, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Андреевич.